Эту тему далее будем обсуждать с нашим следующим гостем, собственно, то, что Россия является угрозой для всего азиатского региона. Разберемся в этом. Димаш Альжанов, казахстанский политолог, к нам присоединяется. Здравствуйте, Димаш. Приветствуем вас. Доброе утро. Димаш, я же вас же, да, тоже процитирую, что вы считаете, что на протяжении последних десятилетий Россия использовала свою способность экспортировать энергоресурсы как инструмент политического давления на другие страны. И Казахстан, передав урановые активы, оказался в еще более зависимой ситуации. И также, что в борьбе за ресурсы Казахстан уже проиграл. Но стоит ли уже так махать шашкой, как говорится, и сначала еще тоже объясните, как так случилось, что самое крупное месторождение урана в Казахстане перешло под контроль Росатома. И стоит ли ставить точку здесь уже? Я вас огорчу, и там не только самое крупное месторождение урана, о котором вы говорите, которое было в последних новостях, но еще ряд других товарищей с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, которые так или иначе значатся на балансе как активы Росатома и дочерных предприятий Росатома в Казахстане. Поэтому они достаточно сильно приставлены на рынке добычи урана. Эта история началась давно, где-то, наверное, возможно, уже более 15 лет, когда только Казахстан начал наращивать и развивать этот сектор экономики. Росатом понял, что здесь может быть серьезная угроза, если придут другие инвесторы. И решил атомную отрасль Казахстана через политическое прикрытие Владимира Путина и на тот момент дружбы с Султаном Назарбаевым зайти на рынок, на урановый рынок. И практически сейчас имеет доминирующее положение. А что вы скажете на заявления официальных властей Казахстана, которые говорят о том, что это... Ну, это такие, знаете, внутренне групповые, внутренне отраслевые истории, у которых не стоит, знаете, усматривать какую-то потерю контроля над сферами определенными, в том числе тех, которые касаются как раз и урановой отрасли, и в целом отрасли энергетики всего Казахстана. Как вы прокомментируете вот эти официальные позиции официальных лиц? Ну, мол, мне все так страшно. Конечно. Это звучит как оправдание. Урановая отрасль, она могла быть одним из двигателей экономики, да? То есть, если у вас есть возможность добывать много урана, пусть даже не самым экологическим путем, поскольку в Казахстане это очень вредная добыча, она идет через окисление руды под землей и практически отравляется земля, получается. Но это могло создать целый сектор, да? То есть, на добычу вы могли бы развивать и другие направления, связанные с производством, там, энергетические стержни и так далее. Изначально, вроде бы, задумка была такой вот. Но потом влияние Кремля, приход Росатома и теперь отрасль, она полностью под Россией получается. И дальнейшие перспективы развития тех или иных производств, которые могли бы появиться на фоне добычи урана, они теперь будут вне Казахстана. То есть, то, что производится с добавочной стоимостью, это теперь все только играет на российскую экономику. То есть, фактически, президенты на тот момент и сейчас, они в этом компоненте не следуют национальным интересам, а больше действуют как люди, которые просто отдают сектор целой экономике, важный энергетический, стратегический сектор, который также отвечает за безопасность страны, соседней стране, которая при ее нынешнем виде несет серьезную угрозу и является дестабилизирующим фактором для всех постсоветских стран. То есть, вот смотрите, российские СМИ вообще преподносят эту всю историю как даже как сенсацию. Они констатируют, что контроль над одним из крупнейших месторождений в мире обеспечит рассатом необходимым сырьем на много лет. И вот тоже возвращаясь к моему первому вопросу, чтобы вы раскрыли, то есть, уже отыграть эту всю историю назад нельзя или там добавить, возможно, больше владения, скажем так, ресурсами Казахстану, государству или же предприятиями, которые принадлежат Казахстану? Конечно же, можно отыграть. Во-первых, здесь вопрос касается прозрачности сделок. Кто изначально был владельцем? То месторождение, о котором вы говорите в вашем сюжете было, это месторождение им владел сын известного олигарха, который был приближен к политическому руководству, в частности, к первому президенту. И, по всей видимости, от этой сделки даже правительство Казахстана не получило серьезные прибыли. Второй момент, поскольку все эти процедуры, как и в какое-то время в Украине, вы знаете, то есть, период накопления капитала, он известен тем, что очень много непрозрачных и незаконных сделок совершается. И в этом ключе, если изменяется политическая ситуация в России, в Казахстане, если будет смена режима, если придут новые политические силы, которые будут заинтересованы в пересмотре тех или иных непрозрачных сделок, которые были совершены в период Назарбаева и Тукаева, то, конечно, здесь можно и назад все отыграть. То есть, это не конец истории определенно. Второй момент – это санкции, изоляция России. Если Росатом попадет под серьезнейшие санкции и сама атомная отрасль России, то, соответственно, эти активы в какой-то момент возможно придется перепродавать другим сторонам. То есть, и сам рынок, присутствие разных стран на рынке Казахстана, оно изменится в угоду всех этих событий. Как вы вообще прокомментируете на позицию сегодняшнего Казахстана, сегодняшнего президента страны Касыма Жамарта Такаева? Вот его позиция по поводу и Российской Федерации, и если мы говорим о определенной такой, знаете, геополитической игре, которую ведет и Астана, и Москва, то вот позиция Астаны, она какова? Там понимают угрозы? Там понимают, что по сути, вся экспортная история для Российской Федерации, которая завязывается на продажу или покупку энергоресурсов, она же в любом случае под собой подразумевает влияние, которое Россия будет использовать для реализации своих имперских амбиций. Да, вот каково это понимание в Астане? Вы знаете, проблема в том, что политические элиты, которые сегодня управляют страной, то есть это первый президент, его преемник, второй президент, эти люди, они вышли из советского прошлого. Они такие же автократы, чуть-чуть отличаются методами управления, как и Лукашенко, как и Путин. Для них основной приоритет – это выживаемость их власти, выживаемость режима. Поэтому в этих координатах, естественно, какие-то экономические убытки или имиджевые убытки они готовы нести для того, чтобы сохранить власть. Россия в этом отношении, после развала Советского Союза, она предоставляла определенный политический патронаж, который помогал им противостоять нажиму западных стран, как-то балансировать интересы в Центрально-Азиатске и регионе с другими основными политическими игроками. Поскольку Россия была членом Совета безопасности, она влияла на многие процессы, принимая в рамках других международных организаций, таких как ОБСЕ. То есть это всех все устраивало и до сих пор устраивает. Потому что в январе прошлого года, если вы помните, российские войска помогли удержать власть президенту Токаеву. То есть подобные вещи возможны только в формате этих взаимоотношений между авторитарными режимами. Поэтому как бы сейчас внешняя политическая ситуация, экономическая, не связывалась, эти люди готовы стеснуть зубы и потерпеть. Вот, к примеру, даже посмотрите визит в честь парада 9 мая. До этого визита представители Соединенных Штатов и Европейского Союза сделали определенные предупреждения правительству Казахстана насчет серого импорта. И вот в качестве ответной меры сейчас эти лидеры из Центрально-Азиатских автократий пытаются показать западным странам, что они готовы якобы сближаться еще ближе с Путиным. Для того, чтобы это давление сбавить внешне. Вот, поэтому это их как бы стратегическая линия. И зря вы ожидаете, что они откажутся в сотрудничество, пока действительно не наступит коллапс режима Путина. Не менее об опасениях, да, в продолжении того, что спросил Сергей, понимают ли... Юрий тоже тут присутствует. Ой, господи, Юрий, простите, пожалуйста. О понимании того, что все-таки то, что происходит в Украине, оно же может также произойти из Казахстана. Вот британское издание The Spectator пишет о том, что Казахстан может оказаться следующей мишенью российской агрессии среди бывших советских республик. Вот у вас какие по этому поводу соображения? Готовится ли, как говорится, тут одной рукой пожимает, скажем так, Джамартака Путину, да, а другой рукой все-таки свои вооруженные силы, возможно, готовит к возможной тоже агрессии, если там недостаточно будет какого-то влияния политического на Казахстан? Вот. Ну как вы считаете, готовятся к такому Казахстану? Есть какие-то предпоследствия к этому? У Казахстана, по сути, нет вооруженных сил, а уровень инфильтрации российских спецслужб, он достаточно высокий. То есть мы здесь, в Казахстане, это серьезно понимаем и опасаемся. Проблема, видите, в том, что они хорошо ладят с политическим руководством. То есть в Казахстане действует, по сути, лояльный Путину режим. Поэтому здесь говорить о том, что будет какое-то вторжение или необходимо будет принимать какие-то иные, скажем так, агрессивные действия, не приходится, потому что и так страна достаточно, политическое руководство страны делает все для того, чтобы помогать российской экономике выживать в условиях изоляции и санкций. И также страна помогает в ряде других важных моментов, если это касается голосования в Совете, в Генеральной Ассамблее ООН или в других каких-либо инициативах. Поэтому здесь сейчас для российского режима нет такой необходимости. Если, естественно, как и в Украине, в Казахстане появится, скажем так, политическая элита, которая более склонна приоритизировать национальные интересы, то, что произошло после двух революций, то есть когда Украина начала отличаться и выбрала совершенно другой вектор развития, вот тогда могут проблемы начаться. Но сейчас люди, которые находятся у власти в Казахстане, они не обладают таким политическим видением. Для них достаточно комфортно находиться в серой зоне, максимально пытаться удовлетворять интересы больших игроков и сильно не вмешиваться в происходящее. То есть это их стратегия выживания. И одновременно, как я уже сказал, они будут максимально пытаться эти близкие отношения с Крымном сохранять. Потому что как бы они одной природы. Обсудим еще одну позицию. Тут я бы еще добавил информацию, но, знаете, обо всем по порядку. Смотрите, если бы России, вот допустим, такой вариант, если бы России удалось оккупировать Украину, она бы точно не остановила свою военную агрессию. По крайней мере, так считает секретарь Совета на безопасности обороны Украины Алексей Данилов. По его мнению, почувствовав властью безнаказанность, Кремль разработал бы новые планы вторжения. Ну и причем страны, которые принято считать дружественными для Российской Федерации. Давайте услышим эту позицию. Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина вышло захватить нашу страну, то следующим был бы Казахстан. Более того, он бы не остановился ни перед Арменией, ни перед другими странами. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, в эфире марафона «Едыни новыны». Владимир Аш, вы говорили о том, что вот эти все лидеры, которые собрались с 9 мая на этом псевдопараде, они все вот, это дети советской эпохи, дети Советского Союза. Они во многом схожи. Но как вы думаете, да, вот тут Данилов вспоминал и ту же Армению, и тот же Казахстан, да и другие страны можем и упомянуть, но все же, вот если говорить об этом, да, контингенте стран, которые сейчас граничат с Российской Федерацией, то скажите, вот там, ну, есть определенные опасения по поводу вообще имперских позиций России? Вот там есть эта опаска, они смотрят на Кремль, как знаете, ну да, играем, понятно, что совместная какая-то история, Советский Союз, ОДКБ и так далее, и так далее, но тот же Такаев, да, тот же Пашинян, да, вот есть у них эта опаска, что, ну, не ровен час, нужно быть очень осторожным именно вот с таким соседом. Да, здесь то, что у вас в эфире произвучало, это верно, но только с одной маленькой корректировкой, российские войска в Казахстане оказались раньше, чем они вторглись, имеется в виду полномасштабно, вторглись 24 февраля, если я еще помню, что в январе суда десантники российские с военной техникой прибыли, они здесь были расквартированы для того, чтобы помочь удержать режиму Такаева власть. Поэтому в этом отношении уже тогда люди в Казахстане, граждане, осознали, насколько это все опасно, как в один день, буквально в течение полусуток, могут российские войска прийти на помощь президенту Казахстана, который не хочет проводить демократические реформы. Вот, и, естественно, в обществе есть осознание, и вообще есть понимание, и среди, наверное, еще новой политической элиты эти вещи будут только усиливаться. То есть все понимают, что Россия, неважно при каких близких отношениях вы находитесь, экзистенционально в силу ряда обстоятельств, всегда будет пытаться проецировать свою власть в силу на Казахстан и Центрально-Азиатские государства. То, что касается политических элит, конечно, они боятся, но этот страх не заставляет их мыслить стратегически и предпринимать определенные серьезные шаги на будущее для того, чтобы себя или страну обезопасить. Они, наоборот, пытаются, так сказать, удовлетворить потребности со стороны Кремля, и это их тактика. То есть посмотрите то, что происходит. После января прошлого года был подписан новый договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном. Там ряд инициатив было, что будут студенты Казахстана теперь в русских, в российских вузах обучаться. Ну и много-много другого. Разных концессий было выражено со стороны Тукаева, Путина. Поэтому рассчитывать, что эти люди могут отстаивать национальные интересы или у них есть некое видение, которое складывается в четкую стратегию, это, ну, я думаю, не стоит этого делать. То есть эти 30 лет показали то, что у них совершенно другие приоритеты. Потом не забывайте, что эти режимы, они как бы подпитываются за счет криптократии, коррупции. То есть у них совершенно другая как бы страектория развития. Они не основаны на защите национальных интересов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова